Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди, и добро пожаловать в новое видео. Сама судьба против моего возвращения на ютуб. Я только что приехал домой и решил записать видео, потому что событий действительно много, которые я пропустил, будучи, скажем так, занятым своими личными делами. И я записал вроде бы как прикольный ролик на 25 минут, и что ты думаешь, звука в нем нет. Сейчас мне придется перезаписывать его заново. Пока я отлучался по личным делам, судя по всему, рынок захватили быки. Мы говорили о том, что уровень 42 тысячи долларов, который еще с января этого года был уровнем сопротивления, должен быть сломлен и превращен в уровень поддержки для продолжения роста. Вот этот откат от него здесь был продиктован не только технически, но и практически действиями крупных китов. Вспомни, мы следили за движениями этого крупного игрока, и именно на уровнях биткоина около 40-42 он фиксировался в прошлые разы. Но вопрос, который волнует сейчас многих, что будет дальше? Я хочу сказать, что это видео ни в коем случае не является финансовым советом, а лишь моими мыслями вслух. Мы поговорим о ближайших целях биткоина, его перспективах на средние сроки, а также о большой угрозе для него, которая прямо сейчас и прямо сегодня готовится в США. Они там точно с ума все посходили. Начнем с того, что у нас есть позитивный сигнал в виде пересечения 20-50-дневных средних скользящих. Это означает, что покупатели на рынке становятся сильнее продавцов. И пока MACD находится в четко зеленой зоне, продолжение роста возможно. Кроме этого, если ты смотрел мои видео за прошлые несколько месяцев, то наверняка помнишь, что несколько раз мы упоминали этот интересный момент, что в трех разных циклах в прошлом и настоящем цена биткоина после преодоления нового исторического пика проходила масштабные коррекции. Каждый раз эти коррекции находили свою поддержку на уровне коррекции 1.618 по Фибоначчи. Цикл 2010-2014 годов. Откат именно до этого уровня. Цикл 2014-2018. Откат именно до этого уровня. И, наконец, текущий цикл. Откат снова до этого уровня. Мы говорили об этом еще до того, как этот откат завершился и предполагали повторение прошлых циклов. Видимо, так оно и случилось. Но сегодня я хочу дополнить эти размышления еще двумя индикаторами. Один из них отыгрывает как по книге. Этот называется Bump and Run Reversal Bottoms. Именно с помощью него можно определить дно коррекции и предсказать предстоящий рост. Вот так выглядит теоретический пример в книге. Мы видим несколько фаз. Начальную, которая представляет из себя постоянно нисходящий тренд, когда и верхние, и нижние точки графика все ниже. Затем резкий обвал в фазе Bump. Восстановление цены и тест этой трендовой линии. Во время паттерна она тестируется несколько раз. Первые всегда неудачные, а последние приводят к пробитию и ретесту, после чего быки берут игру в свои руки. Если мы посмотрим на график биткоина, сейчас мы увидим точно такую же картину, словно она сошла со страниц учебника. Сейчас этот диапазон от 40 до 42 тысяч долларов может играть роль сильной поддержки. Когда в прошлый раз из уровня сопротивления этот диапазон превратился в уровень поддержки, мы увидели вот это большое движение биткоина. Такой же сценарий может отыграться на биткоине и сейчас. У этого паттерна есть две трактовки. Успешная и неудачная. Условия для успеха – пробитие трендлайна, а затем его удачный ретест. Неудачным же паттерном считается тот, пробитие трендлайна которого закончилось откатом цены снова под трендлайн. После успешного паттерна мы видим, что цена актива растет и растет выше, чем она была до массивной коррекции. В случае неудачи же цена актива снова переходит в нисходящий тренд. У нас еще не было толком ретеста этого трендлайна ценой биткоина. Но то, как это выглядит сейчас, дает мне больше уверенности, что этот паттерн будет успешен. Ведь пробитие этого трендлайна очень похоже на то, что мы видим в учебнике. Все зависит от того, каким будет ретест этого трендлайна в ближайшие дни. Если он окажется успешным, можно ожидать восстановления цены биткоина до предкоррекционных уровней. Поэтому будем надеяться, что ретест окажется успешным. А вот, кстати говоря, похожая ситуация на биткоине, которая случилась в сентябре 2020. Здесь мы видим точно такой же паттерн, пробитие трендлайна которого завершилось удачным ретестом. Ну и вот, что было дальше. Теперь я хочу поговорить про целевые цены биткоина в ближайшее время. В этом мне поможет индикатор CPR. Этот индикатор дает нам информацию даже не в режиме реального времени, а можно сказать наперед. Он дает нам представление о ценовых целях на краткосроке, среднесроке и даже долгосроке. Например, вот так выглядела цена биткоина 1 августа, но цели этого индикатора уже были размечены. Вот куда была нацелена цена биткоина, согласно этому индикатору, еще до того, как цена вообще куда-либо пошла. И вот как пошла цена четко по индикатору. Еще одно очень важное уточнение для этого индикатора. CPR линии на восходящем тренде действуют как поддержка, как например здесь. На нисходящих трендах же они действуют как сопротивление, как например здесь. Кроме этого, именно центральная линия CPR выступает самой сильной линией поддержки или сопротивления. На этом примере мы это и видим. Цена биткоина возвращается к индикатору и находит поддержку именно на средней линии, от которой отскакивает вверх. Здесь абсолютно такой же пример, только уже для нисходящего тренда с линиями сопротивлениями CPR. О чем говорит этот индикатор для биткоина сейчас? Что у цены биткоина есть цель как минимум 46200 долларов. Сейчас мы стоим на 44 тысячах. Также мы можем заметить, что в прошлом комбинация из этих четырех линий CPR служила хорошим толчком для цены после масштабных коррекций. Это дает нам понимание того, что если сейчас будет то же самое, то рост продолжится. Также, если отыграет паттерн bump and run, о котором мы говорили ранее, то цели цены биткоина будут еще выше, чем 46 тысяч долларов. Это будет 50 тысяч 900 долларов и 59 400 долларов за монету. Я думаю, что ретест этого паттерна заставит цену биткоина отыграть подобным образом. Она должна достичь верхней первой цели и затем откатиться до нижней, которая перед этим отыграла в роли поддержки. Если этот ретест окажется успешным, ожидаем продолжения роста. Например, так было в начале мая 2020, когда цена биткоина достигла верхней первой цели, а затем откатилась до нижней. Мы можем увидеть что-то подобное и сейчас. А теперь я хочу поговорить про угрозу для биткоина, которая может внезапно все испортить и вернуть силу в руки медведей и продавцов. Это тот самый инфраструктурный биль, который будут пытаться принять прямо сегодня. Это очень важно для тех, кто держит криптовалюту, особенно в Соединенных Штатах. Это настолько серьезно, что криптоадепты в Америке начинают лично звонить сенаторам своих штатов. В сети можно найти даже веб-сайт, который поможет это сделать. Красная тревога, позвонив в Сенат, чтобы спасти крипту. Закон, который хотят принять, может просто-напросто уничтожить криптовалютную индустрию в США. Я говорю криптовалютную индустрию, а не сами криптовалюты. Разумеется, только ту часть криптоиндустрии, которая не является государственной, то есть выступает нелегитимным конкурентом грядущей цифровой революции в США. Я говорю о принятии цифрового доллара. Вообще интересно, что это связано именно с инфраструктурным билем, хотя при чем тут он, когда речь идет о криптовалюте, сначала совершенно непонятно. Вкратце, этот законопроект включает в себя положение, которое обяжет все криптокомпании и компании, как-либо связанные с криптовалютами, платить налоги. И это то, что вся индустрия криптовалют США точно не сможет не почувствовать. На самом деле, с какой-то точки зрения это не так уж и плохо, но дело в том, как это трактуется. Проблема в том, что в законопроекте термин «брокер», которым описываются такие компании, как Coinbase и Robinhood, означает практически любой бизнес, связанный с криптовалютами. Это определение в законопроекте настолько широкое, что его можно применить почти ко всем экономическим игрокам в криптоиндустрии США. Его можно применять к майнерам, криптостартапам, DeFi-компаниям и даже к самому консенсусу типа Proof of Work и Proof of Stake. Что? Они полностью переосмыслили понятие «брокер» в этом законе, и вот это уже пугает. Так как все эти действия указывают на то, что правительство стремится поставить всю криптоиндустрию в США как минимум под надзор. Ладно, сенатор Уоррен исключила из закона Proof of Work и Proof of Stake, но оставила другие механизмы работы криптовалют. Впрочем, я не удивлен. Сенатор Уоррен, как и Портман и Синема настроены против криптовалюты и сегодня внесли в рассматриваемый, опять же сегодня законопроект, правки, которые еще больше ухудшают его для криптовалют. Давай вернемся к этому посту от Джерри Брита, директору Коинцентр, и еще раз прочитаем его. Сенатор Уоррен пересмотрела свои поправки в законопроект, теперь она убрала консенсусы Proof of Work и Stake из законопроекта, но остальные механизмы все так же попадают под удар. Я потерял дар речи. Теперь я не вправе выбирать, какая криптовалюта победит. Есть же и криптовалюты, работающие на других механизмах. Просто зачем? Если ты не понял, о чем идет речь, приведу пример, это все равно, если бы во времена становления доткомов, из которых выросли огромные технокомпании, которые мы сегодня знаем, именно Сенат США выбирал бы, кому из них жить. Например, Yahoo! Ком пусть живет, Microsoft пусть умирает и так далее. Это какой-то беспредел, будто мы вернулись в 90-е. Это жесть. На самом деле складывается впечатление, что большинство сенаторов даже не понимает, за что именно они голосуют. Об этом говорит и адвокат Джейк Червинский. По его словам, весь этот процесс сломан, а сами сенаторы спешат обложить всю криптоиндустрию налогами. Да так сильно спешат, что не видят ничего дальше своего носа. Вот так США хочет в максимально краткие сроки принять законопроектную базу для криптоиндустрии. В таких вопросах нельзя спешить. Изменением понятия «брокер» для криптоиндустрии США хочет, чтобы майнеры, DeFi-стартапы и блокчейн-компании поголовно заполняли формы в налоговом управлении и платили налоги. Ты спросишь, а от чему ты удивляешься, собственно говоря? Меня удивляет эта поспешность не тем, какую цель она преследует, ведь цели у правительства всегда были одинаковые. Меня удивляет эта поспешность тем, что это задание, платить налоги и заполнять формы, в некоторых случаях в криптоиндустрии просто невозможны. Пока что. Как на милость может платить налоги DeFi или консенсус работы? Это что за бред? Принятие этого закона на самом деле может убить криптоиндустрию в Соединенных Штатах. Я говорю криптоиндустрию, а не криптовалюты. Опять же, вопрос выживания. В условиях, когда цифровые валюты становятся новой гонкой вооружений и способны вывести в экономические и политические лидеры ту страну, которая выиграет эту гонку, уместны ли такие законы, которые не то что тормозят, а вообще останавливают развитие цифровой индустрии? Криптовалюта может быть и пострадает от этого закона, но его влияние на нее не будет долгосрочным. А вот каким будет его влияние? На сами США. Меня зовут Богатейший Ди. Зарабатывай. И до скорого. Субтитры сделал DimaTorzok